Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостоп-шоу» на Пилот-радио. Километры полезной информации. Информационно-познавательный проект «Автостоп-шоу» приветствует вас на Пилот-радио. Наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яур и я, Анастасия Николаева. Ближайшие полчаса с вами. Владимир, здравствуйте. Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим. На протяжении этого времени мы поговорим о патриотическом мероприятии, а именно об автопробеге в памяти. Он был посвящен 79-й годовщине освобождения города Калинин от немецко-фашистских захватчиков. Гости студии, Владимир, представите. Итак, у нас сегодня в гостях руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Тверской области Евгений Николаевич Калёкин и генеральный директор группы компании «НордАвто» Просвирнин Владимир Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И я вот хотел бы начать с того, чтобы еще раз немножко поговорить о том событии, которое прошло у нас в прошлое воскресенье, 13-го числа, немного загодя празднования 16-го декабря, когда мы отмечали 79-ю годовщину освобождения города Калинин от немецко-фашистских захватчиков. Так вот, в эти дни, 13-го числа, в воскресенье, прошел автопробег, посвященный этой замечательной дате. Ну, она немножко упреждала как бы все эти мероприятия, но, тем не менее, послужила своего рода прологом. И первый вопрос у меня одному из ее организаторов, думаю, даже, наверное, единственному организатору, это Евгению Николаевичу Калёкину. Итак, Евгений, как родилась идея вот этого пробега и что вы ждали? Ваши, скажем так, ожидания сбылись? Да, наши ожидания сбылись. Мы давно уже сотрудничаем с Нуртавто в различных проектах. Это уже не первая наша совместная акция. Мы привлекли юно-армейцев для проведения данного автопробега. Представители и активисты Нуртавто выделили свой транспорт, на котором мы совершили данный автопробег в двух направлениях. Одно направление начиналось с района Медного, другое с района Имауса. Самый интересный итог это было, что в одно и то же время все машины, посетив по пути своего следования в данном автопробеге, должны были заехать на воинские захоронения, которые находились на их маршруте. Ребята возлагали цветы, отдавали дань памяти павшим воинам во время Великой Отечественной войны и тем самым познавая свой родной город, свой родной край. Ну а насколько для ребят это было интересно? Ты убредила мой вопрос. Да, здесь вопрос всегда очень интересный, и я не побоюсь этого слова, и Владимир Николаевич, наверное, подтвердит, у ребят горели глаза. Это были те, которых мы просто отобрали из всего движения. Сейчас в движении 176 отрядов по всей области, и у нас уже 3700 юно-армейцев. Ух ты, немало. Да, это уже большая группа патриотически настроенных ребят, которые развиваются не только в том, что носить красивую форму одежды, собирать автомат, ходить строем. Ну и соответствовать этой форме. Да, и соответствовать этой форме. Они занимаются также спортом, они участвуют в различных слетах, форумах, пишут географические, исторические диктанты, сочинения, участвуют в конкурсах рисунков, в КВН, юно-армейский бал у нас проходил. Но в связи с пандемией и коронавирусом у нас сейчас немного вот такие массовые мероприятия, они ограничены. И ограничены, и ограничены очень. Нас держат в рамках. Почему? Мы не можем проводить соревнования между детьми, так как любое мероприятие можно проводить согласно требованиям Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора только... С соблюдением всех мер. Да, с соблюдением всех мер, и дети должны быть или с одного класса, или с одного отряда. Да, потому что здесь получается так, что конкурсные соревнования сейчас у нас отошли только онлайн. Евгений, а как вот вообще дети приходят к вам? Вот что их сподвигает к этому? Родители или какая-то вот собственная позыв? Вы знаете, конечно, на уровне государства и на уровне правительства областного достаточно большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Да, я только хотел это сказать. Вопрос в том, что данное движение военно-патриотическое, оно зародилось совместно с решением нашего президента Российской Федерации и министра обороны. Так как у нас сейчас это движение набирает большую силу, оно зародилось в 2015 году, у нас в Твери оно уже четвертый год как стало на ноги, и мы видим, что наши ребята, участвуя в различных форумах и слетах, занимают призовые места. Да, последний случай, который был, это конкурс «Большая перемена», и наша девушка... А ведь там еще и девочки, не только мальчики, но и девочки. Да, да, да. Ты не видела наш репортаж? Видела, видела. Я хотела как раз спросить о процентном соотношении. Вопрос в том, что я не могу сказать 50 на 50, 60 на 40, мы так не считаем. У нас юноармеец, это юноармеец, это лицо, это человек, это в первую очередь личность. Мы говорим о том, что правительство Тверской области непосредственно, сейчас мы почему говорили, что красивая форма одежды, да, вы затронули этот вопрос, глава нашего региона, наш губернатор, выделил в том году 20 миллионов рублей на покупку форменной одежды. И сейчас на данный момент практически, практически 80% юноармейцев одеты в форму. Ну, мы надеемся, что и в этом году Игорь Михайлович подпишет какую-то субсидию, и, скорее всего, будут одеты все, и вновь поступающие к нам в организацию. Девушки в автопробеге тоже принимали участие? А как же? Да, конечно, конечно. Но не за рулем. Здесь у нас речь идет о том, что мы не делим слабый пол, сильный пол. Они сдают и нормы ГТО, также участвуют, как я уже говорил, в различных соревнованиях, в различных военно-спортивных играх, типа Зорница, Орленок, на общих основаниях. Ну, конечно, есть послабление, так как у девчонок даже, согласно показателям по физкультуре, немножко другие... Чуть-чуть другие нормативы. Да, нормативы. Ну, у меня вот вопрос, теперь уже адресованный к Владимиру Николаевичу. Владимир, вот то, что выбор пал на группу компании Нордавто, это отнюдь не случайно, потому что я знаю эту компанию уже давно, на протяжении уже четверти века. Она нам недавно тут отметила как раз свой четвертьвековой юбилей. Так вот, мне просто самое хочу услышать. Вот ваше как вот участие в этом автопробеге, как вот вы его оцениваете? Это маркетинговый ход или же это, в общем-то, пазы в душе? Да. Маркетингов здесь, честно говоря, вообще не пахнет, потому что в отношении вот этих общественных мероприятий, связанных с Днем Города, связанных с освобождением Калинина, связанных с 9 мая, если, тем более ты, Влад, если вспомнишь, просто собирались общественники, собирались автосервисы, автобизнес там, и не только автобизнес, просто делали автопробег на ретро-машинах, на новых машинах, с флагами. Такие колонны были большие всегда на улице, когда вот эти мероприятия были. И сколько народу они собирали. Да, и надо отметить, что молодежи было много. Последнее время, слава богу, сейчас вот у Евгения это направление как бы маленечко встряхнулось. Возрождается. Пройдет все эти пандемии, все, и будем надеяться, что торжество вот это вот, которое должно быть, оно снова будет у людей, молодежь потянется, будет интересно. Ну там и дата будет 80 лет. Да, но это только в следующем году, и вообще каждый год, я считаю, вот это все должно быть, не только с точки зрения патриотизма, а чтобы у всех это памятные даты были не просто на слуху, а чтобы это были праздники, настоящие праздники. И Нордавта всю жизнь сколько существует, а уже 28 лет будет. Да, даже 28. В 21-м году, да. Поэтому все время на этих мероприятиях всегда участвовали, всегда были и организаторами, были и просто участниками. И свои сотрудники, особенно вот, которые молодежь, всегда принимали тоже участие. И то, что в последнее время вообще общественная работа маленечко как бы уходит в кусты, будем говорить, ее все меньше видно, все меньше слышно, у людей много забит, но вот этот год это понять можно тут не до хорошего, но и до этого годы говорили о том, что от такого, что было раньше, вот помнишь, когда у нас была ассоциация ТАВТ, Терская ассоциация автосервисов, это ж было 24 участника, просто помогали и детским домам, помогали и какие-то конкурсы устраивали, и праздники были, и молодежь с техникумов там, с лицеев участвовали, занимали призовые места там, и конкурсы всякие. А сейчас все как-то маленько по-другому, бизнес почему-то перетягивает, прибыли, видимо, там все прочее, ну и сложнее становится, потому что и налоги, и все прочее. Но я знаю, что вы сейчас опять возвращаетесь к идее ТАПТа, и насколько я знаю, в курсе, что она как бы уже возрождается, эта организация. Ну, слава богу, да, и некоторые старые члены, и новые члены ответили положительно на участие в этой ассоциации, и сейчас избран новый председатель Сергей Королев, это такой современный автосервис, называется Евросервис, и в принципе имеет авторитет среди автосервисников, и есть надежда, что эта ассоциация все-таки со временем опять будет торжествовать с точки зрения привлечения цивилизованного подхода к обслуживанию автомобилей, и с точки зрения общественных дел наших, это и конкурсы, и всякие. Участие в таких же вот автопробегах, как вот то, что у нас проходило. Владимир Николаевич, а вот скажите мне вот такой момент, а вот как вот человеку, организации, вступить, допустим, в ряды ТАПТО? Ну, кто-то вдруг вот если изволит, кто-то самое сейчас вот слушает наше радио и занимается автомобильным бизнесом, и он сочтет, что это, в общем, такая весомая организация. Да, вообще никаких проблем, на Вайцапе есть группа автосервисов от «Опора России», достаточно туда подать как бы… Заявку? Ну, типа заявки. Запросы. Вопросы свои и получить ответы. А если это не крупная компания, а вот, ну, небольшой бизнес, может быть, только начинающий, развивающий, какую-то вот посильную свою тоже хочет ли? Ну, вообще нету проблем там большой, маленький, мы как дилеры там участвуем, то есть с большими оборотами мы там участвуем, потому что мы хотим, чтобы в городе был цивилизованный сервис. И когда мы начинали даже, это лет 20, да, Вайцапе? Да. То основная мысль была, чтобы те гаражники, которые примитивно работали, с грязью на полу там, с грязными ключами, с грязными руками, садились машины в грязных комбинезонах, чтобы это уходило в далекое прошлое, чтобы этого не было в городе. И, слава богу, в какой-то степени вот этот ТАП-то, оно посодействовало вот именно этому направлению. Да, то, что мы сейчас имеем, это в общем-то… Содействовало тому, что было объединение, было с кем, как говорится, двигаться, и в отношении молодёжи, и в отношении сбора участников на праздники, на выставки. Всё это было. И хочется, чтобы это возвращалось, и я, сколько будет существовать НОРТАВТО, всегда буду в этом принимать участие. И спасибо Евгению Калёкину, конечно, что есть такой человек, который поддерживает эти движения, и мы с удовольствием всегда будем принимать участие. Спасибо. Ну, кстати, Евгений, вопрос к вам. А как вот вы относитесь к этим объединениям? Владимир Николаевич уже сказал, что вы как бы поддерживаете. Вот как вы считаете? Ну, вы знаете… А где нет места быть? Вопрос в том, что я в своё время тоже входил в данную ассоциацию и являюсь её членом. И знаю её изнутри. Да, и знаю её изнутри. Вопрос здесь совершенно в другом. Мы говорим сейчас о том, что это объединение, которое объединяет людей. А любое действие, оно должно объединять людей и их общие позывы. В общем-то, тема, кстати, близкая к тому автопробегу. Совершенно верно. Вопрос в том, что здесь мы не отказываемся ни от какой помощи. Мы не говорим, что здесь идёт какая-то реклама именно НортАвто. Мы решаем этот вопрос с различными организациями. Те люди, которым безразлично наше общество, развитие наших детей и наше будущее, они всегда готовы участвовать в их формировании как личностей. Вот ребята, почему я же сказал, у них горели глаза, они готовы участвовать в различных мероприятиях. Например, можно провести конкурс, или даже нет, не конкурс, а соревнование по футболу. На приз, например, НортАвто или там, я не знаю, Кио Моторс. Ну, без разницы. Хоть футбол. Да, совершенно верно. Ребята будут участвовать везде, совершенно верно, да. И это будет зрелищно. И не то, что это будет показуха, да, что вот просто провели там для галочки. А именно втягивать. Праздник в любом случае. Совершенно верно. И втягивать тем больше и больше ребят. Потому что вот сейчас у нас получается, да, что мы видим и погода. Не позволяет в большинстве случаев сейчас что-либо проводить, какие-то мероприятия на улице. Хотя мы могли бы сейчас проводить. Разрешено небольшими группами. Но сами видите, какая слякость, да. И ничего такого провести, в принципе, пока невозможно. Но у нас впереди новогодние каникулы. У нас впереди Новый год, Рождество. Я думаю, что мы все равно какие-то акции проведем совместно, потому что у нас очень много планов и новогодние подарки детям, малоимущих семей, инвалидам, многодетным семьям. Здесь ребята, которые участвуют по линии юнармии, они готовы участвовать даже как в волонтерском движении. Они помогают старикам, разносят продукты, помогают по дому, выгул собак даже тот же. Просто если человек обращается, нет вопросов. А сами они на какие-то мероприятия подают заявки? Вот, например, генерируют какие-то идеи? Вы знаете, от них информация идет больше, чем вам это кажется. Потому что каждый день у нас вот есть, как мы уже здесь говорили, теперь очень модно и WhatsApp, и соцсети, и мессенджеры. У нас получается так, что линии и все эти модули, они пестрят просто-напросто мероприятиями, которые проводятся. Они сами организуют. И просто потом это выкладывают в сети. И мы только смотрим, о, там что-то прошло, тут что-то прошло. И вы знаете, как говорится, это радует, что есть такая активность. Это программа «Автостоп-шоу». Мы прервемся на небольшую рекламу. «Автостоп-шоу» на «Пилот-радио». Вы можете, скажем так, участие в общественной деятельности нашего города, компанией «Норд-Авто», задать вопрос Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, вот, скажем так, вот мы только что уже в первой части говорили и о ТАПТО, и о инициативах, которые были до этого, и участие в пробеге. А вот скажите, как вот ваша компания, она вот сейчас переживает эти трудные времена? Вот у вас есть какой-то рецепт выхода из этого? Ну, рецепт, наверное, у нас правильный, потому что за все это время самостоятельно никто не уволился, не перешел никуда. И я считаю, что это как раз результат того, что отношение к людям, отношение к создавшейся ситуации, по возможности помощь, необходимая для людей. И в конечном итоге то, что мы не подводим клиентов, я бы отметил, это тоже очень важно. И загрузка в цехах, загрузка в отделе продаж, который сейчас страдает даже от того, что не хватает машин, по причине того, что заводы останавливались. А мы речь и ведем о новых машинах. Да, до сих пор не наверстают то, что было упущено, ну и запчастей, которые там поставки и все прочее. Но вопрос в том, что по людям хочу сказать одно, что и столовая, и спортзал, все это присутствует для желающих. И хочу даже отметить, вот этот спортзал, он приносит то, что хотелось от него, потому что люди, которые занимаются, ну как бы для себя, и спортзале, и... Для здоровья, не на результат. Есть у нас группы, которые спортивные, я хочу отметить группу драконистов, которые... Это вообще команда. В этом, да, в этом году принесли три раза золото, четыре раза серебро, бронзы несколько раз, на российских соревнованиях, не говоря уже про городские. И все это способствует тому, что у людей появляется интерес к работе. Когда присутствует спорт, мозги все-таки, наверное, чище, будем говорить, и желание, в принципе, себя реализовать, там, улучшить что-то, и показатели в том числе, наверное, все-таки тоже улучшить. С этой точки зрения стараемся развивать и другие команды, и футбол, была хоккейная, ну, маленько... Климат теперь не тот стал. Да, третий год, как говорится, арендовать спортивные залы пока тяжело, но все впереди. Поэтому, вот, как бы так, с этой точки зрения, почему народ не уходит, всегда вспоминаю, помнишь, когда мы в аренде были на Ерофеево? Ну, откуда все начиналось, да? Да, так вот, ну, в принципе, я считаю, это можно сказать, на 70 человек на этой станции был один туалет. Ну, да, чушь тут таится. И когда мы перешли на собственные свои помещения уже на Коробково, то первое, что было заведено, это три туалета и три душевых кабины. Ну, с чего-то надо было начинать. Для того, чтобы людям было комфортно, комфортно работать, комфортно помыться комфортно, как говорится, в кафешке принять пищу и все остальное. Ну, я думаю, что, во-первых, это одна из немногих компаний, вот так, по личному опыту, где есть свое собственное кафе, в котором, в общем, можно хоть свадьбу гулять, там, своя кухня, свое обслуживание полностью. Ну, двигаться в компании для того, чтобы людям было интересно. А потом, все-таки, именно то, что вот забота о людях, наверное, это как раз и является секретом того успеха и самой компании, в общем, почему ей достаточно легко пережить достаточные времена. Но я знаю, что у Насте был вопрос к Евгению, она хотела поинтересоваться... Про юнармию. Я не могу оставить покой юнармии. С какого возраста туда могут приходить ребята и, собственно, до какого возраста они там находятся? Вы знаете, до последнего времени, согласно старого устава, туда могли поступить в данное движение, кто поддерживает данное направление, с 8 лет до 18. Но, согласно нового устава, сейчас он был пересмотрен в том году, начиная с 8 лет и уже до бесконечности, как мы говорим. Почему? Потому что многие люди, которые уже, как говорится, пересекли возраст 18 лет, сходили в армию и так далее, но остались патриотами, они приходят и уже опять сами становятся командирами, кураторами отрядов. Но уже не юные получаются, юнармия. Не, ну почему? Все равно это движение юнармии. Здесь, понимаете, слово делится на два. Помогает воспитание. Да, совершенно верно. Юная армия. Армия это что? Армия это порядок. В первую очередь... Дисциплина. Дисциплина, да. А то, что эта работа идет все равно с детьми. Независимо от того, отслужил там человек в армии или он, как говорится, уже, ему уже более 40 лет, более 50 лет. Если у него, он душой молодой, он готов организовывать различные конкурсы, смотры, сборы, то мы всегда приветствуем таких людей и готовы принимать любую помощь в этом вопросе. И у нас получается так, что, в первую очередь, есть две категории детей, которых мы принимаем юнормию. Это с 8 до 14 лет только с согласия родителей. Но, опять-таки, мы говорим так. Родители могут думать о том, что их ребенок желает быть юнормией. Родители желают, чтобы ребенок желал. Да. Но мы должны всегда спросить у ребенка, хочет ли он этого или нет. Потому что насильно в юнормию не надо ходить. Вступительные испытания. Вот, достойно ребенок носить. Вы знаете, если поначалу... Юнормейцы, да. Да, если поначалу это было каким-то образом организовано, то, что любое патриотическое движение, любой патриотический отряд, поисковый отряд могли вступить в юнормию просто, то сейчас у нас проходят отборочные мероприятия, которые впоследствии, если ребенок поступает в отряд, пройдя определенные, ну, можно сказать, тесты, время, временные рамки какие-то, он себя должен зарекомендовать. Потом он принимает присягу, и тогда его принимают в отряд. Так называемый испытательный срок. Совершенно верно. Да, да. Евгений, мне такой вопрос тоже интересует. А вообще, вот, по, скажем так, прошествии времени, какие-то преференции, если человек захочет продолжить военную карьеру, дает участие? Не только, не только, Владимир. Здесь ситуация такая. Вопрос в том, что... Вы, если слышали про ГТО, да, когда сдаются серебряный и золотой значок, то прибавляются баллы к ЕГЭ, то участие в юной армии, ну, не менее трех лет, также прибавляет баллы к ЕГЭ, но только в тех вузах, которые заключили договор с нашим движением. И сейчас порядка уже ста вузов по всей стране. А это тоже не обязательно? Не обязательно военные, да. Это и медицинские учреждения, и различные педагогические вузы, колледжи. Здесь мы говорим о чем? Вопрос в том, что юноармеец, я уже не устану повторять это, не только ходить строим, разбирать автомат. Это всесторонний, развитый человек. Я почему-то говорю, что они участвуют во всех мероприятиях, они развиваются. И когда юноармеец, пробыв уже три года в юноармейском движении, я просто возьму показатели такие, что в том году, например, у нас поступило 9 человек с нашей области в военные учебные заведения, то в этом 21. Вот видите уже, разница какая. А на следующий год мы думаем, что их будет еще больше. Почему? Не из-за того, что мы прекрасно понимаем, что все в армии служить не будут, даже если это мальчишки. Девчонки очень хотят, у них очень большой конкурс, кстати, да, очень большой конкурс. И в нашу академию БО, да, и в различные другие вузы, Министерство обороны, очень большой конкурс у девочек, как ни странно. Вот. Но вопрос в том, что ребята, которые прошли юноармию, это практически то же самое, как Суворовское училище пройти, да, какое-то кадетское училище. Они уже приучены к дисциплине. Они уже понимают, что можно, что нельзя, да, в каких-то рамках. И то есть вопрос в том, что мы не видим наших ребят замеченными где-то в каких-то плохих таких вот, типа, наркотики. Историй какие-то такие, да, вот. Этого нету. И все ребята, вот мы сейчас... Ну да, им есть чем себя занять. Да, у нас сейчас проходил конкурс по кураторам и по преподавателям отрядов, да, снять ролик о своих ребятах, которые уже, можно сказать, вышли во взрослую жизнь, поступили куда-то в какие-то учебные заведения. И продолжают уже сейчас пропагандировать юноармейское движение. То есть они показывают, чего они достигли за то время, когда они находились в юноармейском движении, и чего они сейчас уже достигли на данный момент. Ребята смотрят на них и уже, как говорится, видят результаты. Их участие в различных, вот как я уже сказал, мероприятиях, которые в нашем движении есть, оно дает уклад и дает фундамент для будущего человека. Я так назову это. То есть они видят тот конечный результат, к которому они могут стремиться. Да, конечно, да, да. На который они работают, да. А вы сказали, что вот ребята, да, первый набор это с 8 до 14 лет. Да. А человек уже, к примеру, там, в 24 года может привлечь к движению? Почему нет? Потому что... Я же сказал, что... Да. Хоть до 50. Вопросов нет. Ну, может быть, постепенно там, постепенно. Нет. То есть он растет и переходит. Вот такие ребята к нам уже приходят именно как, они говорят, я могу делать то-то, я могу организовать, например, секцию по самбо, особенно спортсмены приходят, да, или же я могу, как говорится, помочь ребятам в понимании того, рассказать, например, географию, там, учителя приходят, да, там, историки. Я могу организовать кружок по шахматам, то есть, ну, вот у нас такие люди приходят и говорят, я готов. То есть они, как можно, как мы их сейчас называем, волонтеры, да, добровольцы. Этих людей мы приветствуем, потому что они, в первую очередь, являются организаторами, они являются тем двигателем прогресса и развития наших детей, на которых мы можем только опереться. Мы не можем все схватить и своими руками сделать. Но благодаря тому, что вот у нас есть какие-то сообщества, да, и личные взаимоотношения, мы стараемся, есть активные люди, и вот в НортАвто, да, о чем мы сейчас и говорим, что мы придумываем, у кого-то есть какая-то идея, и потом мы ее вместе садимся, а потом воплощаем вместе. Ну, глядишь, со временем возобновятся, как раньше были ДОСААФы, со временем, я думаю, если у нас все будет нормально, мы бы с удовольствием тоже привлекли вот такую молодежь, которые в дальнейшем захотят учиться по этой профессии, ну, просто для понимания, что это и к чему может привести, потому что зачастую, как бывает, сейчас вот с техникой он приходит, он даже не знает, что такое шиномонтаж. Да, совершенно верно. Вы не знаете, какое может быть давление там в шинах, как это делается? Хотя уже отучился, да? К сожалению. Хотя уже отучился. Когда-то был проект, помнишь, мы помогали даже совместно с администрацией, запускали проекты по субсидированию. А, ну да, 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 да. Коняйский тогда мы... Да, колледж Коняева был, да, да, да. Мы хотели им, чтобы они построили вот этот сервисный центр для того, чтобы действительно на месте учить своих студентов этой профессии. Слава Богу, как говорится, ну, вот это дело пошло. Ну да. Ну, мы желаем вам, чтобы это дело действительно шло и процветало. И что... Самое главное, что у него есть перспективы, как мы теперь поняли. У нас есть прекрасная юнармия, у нас есть прекрасные наставники, а также поддержка. И при такой поддержке, я уверена, что все будет обязательно хорошо. И люди такие, как вот наш гость сегодняшний, и компания возглавляемая. А давайте еще раз их представим перед тем, как закончится программа. Это генеральный директор группы компании «Нордавто» Владимир Просвирнин и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Тверской области Евгений Калекин. Меня зовут Анастасия Николаева, Владимир Яур, и мы прощаемся с вами, но ненадолго. Да, удачи вам и вашему авто. Пока. До свидания. Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации.